Доброго дня, шановне глядычи! В эфире программа «Карьера» и я, ее ведуча Светлана Кихтенко. Тема нашей зустричи – «Профессийная карьера». Гостью нашей студии – Галина Полякова. Здравствуйте, Галина! Доброго дня! Спасибо, что вы пришли сегодня с нами поговорить о профессиях, о карьере. И первый вопрос, который я хотела вам задать – а кто вы по профессии? За освитой и за профессией я – учитель, я – выкладач. Все життя я працюю с детьми и молодью. Скажите, пожалуйста, ваш выбор профессии, как вы думаете, когда начался? Мабуть, начался выбор профессий еще с тех времен, когда мы служили на маленьких гарнизонах. Тема не таки, знаете, смешані групи дітей – старші, меньші, один за одного турбувалися, один одному допомагали, бо батьки несли службу, вони захищали батьківщину. И часу особливо на нас не было. Тому, мабуть, с тех часів еще и пошел этот выбор профессии. Это, по-перше. И, по-друге, возможно, мне в жизни очень пофартило, я иначе не скажу, с вчителями. Сначала школа номер 3, место Голопристань, потом 31 школа в Херсоне. И, дякуючи моим вчителям, я пришла своего часа на абсолютно новый факультет, на абсолютно новую специальность. И тогда открывался педагогический факультет, где готували вчителев, с початковых классов, с высшой освытою. Это было абсолютно новое. Скажите, пожалуйста, вот в школе, когда вы были уже в старших классах, какой предмет вы любили и почему, может быть? Дуже сложное вопрос. Почему? Потому что, когда ты имеешь профессиональных, качественных, интересных вчителей, то обрать какой-то один предмет очень и очень сложно. С великим удовольствием я изучала уроки математики. Дуже цікави были уроки химии. Мова и литература, история, иноземная, ну, я не знаю, мені дуже важко визначити, який один предмет був найбільш для мене цікавий. Ну, можливо, називавши першим математику, то, скорее всего, математика, мова, литература, ну, потім і знадобилось. Спасибо. Скажите, вот как произошел выбор первой профессии именно уже, когда вы понимали, что вот диплом уже близко? Ну, тут такого выбора не стояло. Всі 4 года навчания мы достаточно спрямовано с моими однокурсницами готувалися до того, что 1 вересня мы возьмем першачки и начнем свою работу. То есть это понимание, что я еще повчусь, а тогда я буду знать, что я буду делать на работе, воно началось с первого дня. Воно началось с таких дребничок, которые, как будто, начали дребнички, но каждый литер в табори пионер-важатой, ну, тогда пионерские табори были. Кожена поездка по краю это пошуки цікавих книжок, методичных материалов, каких-то разработок, видений уроков, встречи с цикавими вчителями. Тобто, ось такого момента, что от диплом будет после завтра, а я сьогодні подумаю, что я буду делать, ну, это все складалось за 4 года поспіль. Спасибо. Скажите, вот ваше первое рабочее место, что было дальше? Починалось с 27 школы, я отримала 2 класс, а потом перерозподілили на работу до Херсонского педагогического института на свой факультет, то, который я заканчивала, который только дрослежал, набирал кадры и, понимая, что своих выпускников запрошула на работу. И вот так, сначала асистентом, потом вступила на навчание в аспирантуру, причем в те времена, аспирант у веки 24-25 лет, это был нонсенс, но это было, ну, возможно, потому что, або такое божание довести, что я понимаю, что я хочу сказать и что я хочу сделать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот нужны ли риски в профессии, как Вы считаете? Знаете, риск така справа, знаете, как-то говорят, что в классике риск дело благородное, но риск має быть осознанным. Не можно идти на риск с позиции авось, риск має быть, знаете, как экспромт, очень добрый, продуманный и подготовленный. Ну, таким риском в моем житете, я так думаю, было, когда, попрацювавши 18 лет на факультете, где готували вчителей початковых классов, я погодилась на пропозицию, тоди еще проректора Олега Васильевича Мишукова, людини, яку дуже поважают все освятяне Херсонщини, я погодилась на пропозицию пойти працювати заступником декана з навчальної роботи на ново створенный факультет культуры и мистецтва. И вот так я перейшла працювати с молодью, яка мает абсолютно неймоверную внутреннюю силу в мистецтвии, с молодью, яка здатна творить чудеса, я иначе это не могу назвать. И вот от 1998 года я все працюю с этой молодью и отримаю от этого наиболее задоволение. Скажите, вот как вы понимаете лидерство и предпринимательство? У нас такие сьогодні серьезно философские темы поднимаются. А если мы говорим про лидерство, знаете, мне очень нравится визначение лидера, которое поместит будь-який подручник с психологией. Лидер – людина, яка здатна взяти на себя ответственность за деятельность других. Тоже и лидерство – это в першу чергу здатность до ответственности, не только за себя. А подпринимательство – ну тут вмение побачить на деколька кроков вперед, спрогнозувати, найти то, что действительно может быть интересным, то, что действительно может быть полезным. И самое главное – это, что сегодня является актуальным в сфере потребителей. Материальных, духовных, тут же иная песня. Но оно должно быть актуальным, оно должно быть сегодняшним. А не вчерашним. Может быть завтрашним, но не в каком случае. Что такое повышение квалификации, вот с вашей точки зрения? Повышение квалификации. Підвищение квалификации – это то, что мает происходить каждый день. Это не одноразовая акция. Людина, яка зупиняется в своем возрастании. Причем, знаете, я бы тут, возможно, сказала, что повышение квалификации мает происходить у школяра, студента, молодого фаховца, досвеченного фаховца, керевника, не имеет значения, який уровень, яка посада. Людина мает быть квалифицирована в том, что она делает. Мне сейчас очень импонует подход в программах подготовки студентов на уровне компетентностей. Сформировать систему знаний, умений и навичок. Дуже важлива. Але ж в сучасном нашому світі необходимую информацию можно найти. Головное – знать, как ее найти. Навичку можно в собі відпрацювати, маючи первинные умения и понимание, как это сделать. Но главное – знать, как это отработать. И вот такая компетентность, она и говорит про постепенно повышение квалификации. Людина, которая не возрастает, она свои компетентности не развивает. Она их не пропонует для использования. Она их не использует в своей профессии, в своем жизни. Поэтому повышение квалификации – это повседневная ответственная работа. Причем, соответственно, как перед собой, так и перед теми, для кого ты працюешь, с кем ты працюешь и заради кого ты працюешь. Спасибо. И вы знаете, вот в завершении уже нашей встречи я бы хотела, чтобы вы немножко рассказали, вот что сегодня для вас, ваша работа. Сегодня для меня, ну, если сказать очень коротко, это мое життя. И очень важно, что, мучая уже достаточно серьезный стаж работы, но постоянно працюю с молодью, я не чувствую, потому что, знаете, каждого года, вот и вы уже знаете, да, я много лет працюю в приемальной комиссии. И много лет я стикаюсь с детьми, которые вчера еще были школярами, сегодня они вступники, а сегодня они студенты. Это тот уровень спелкувания, который позволяет мне очень много чего в себе зрозуметь. Когда еще на начале моей карьеры, такая была фраза у моего педагога, что вчителя початковых классов обязанности подняться до высоты дитини 10-7 лет. Подняться до маленькой дитини. И, мабуть, в этом была не большая мудрость, потому что, если ты не поднимаешься до ревня своих студентов, ты остаешься у дни позавчорашнего. И ты перестаешь быть цикавым, ты перестаешь быть актуальным, ты перестаешь быть тем, кому потом 10-15-20 лет после завершения навчания скажут, «Боже, как рады вас видеть, а мы вас еще помним». Для педагога это, мабуть, наибольшая оценка его работы. Да, действительно. Может быть, вы что-то хотели бы сказать сегодняшней молодежи или своим коллегам? Мабуть, в первую очередь, я хотела бы обратиться до батьков молодых людей. Мені б дуже хотіло сказати. Шановні батьки, ми дуже часто з вами намагаємось побудувати життя наших дітей за нашим зразком, за нашим баченням. Ми пропонуємо їм приміряти нашу сукню, в якій ми йшли на випускний. Але сьогодні на випускний помоднямо не сукня, а, можливо, джинсы і якась футболка в дірках. Це, можливо, таке дуже просте порівняння. Але пропонуйте, підказуйте, вислуховуйте, аналізуйте разом з дітьми, але давайте їм право висловити своє бажання, свою думку і свої мрії. Знаєте, в приймальній комісії дуже часто буває момент, коли розуміє, що ось наша батьківська гіперопєка приводить до того, що дитина приходить і подає свої документи не туди, куди очі горять, а туди, куди сказали батьки. Але повага до батьків не дозволила їй піти на супротив. І ось давайте не ламати на самому першому кроці дорослого життя наших дітей. Це дуже важливо і це дуже, знаєте, буде працювати потім на вдячність. Навіть якщо дитина зробить помилку, ми як батьки підтримуємо її, допоможемо з цієї помилки вийти. Але у нас не буде ситуації, коли ми почуємо з вами, от ти мені не розрішила, ти мене не пустив. Краще, дякую, що ти допоміг мені цю помилку побачити і вийти з неї. Знаєте, я недавно прочитала на Фейсбуці таку дуже просту табличку. Давайте перестанемо вибачатися, давайте будемо дякувати. Не говорити, вибачте, що я так багато говорю, а дякую, що ви мене вислухали. І ось цей момент перенесення акцентів, він дуже важливий. А своїм колегам я хочу сказати, таке, що ми з вами щасливі люди, бо ми працюємо з молоддю. В наших руках можливість дня завтрашнього цілої країни. Як би пафосно це не звучало, але це дійсно так. І мені б дуже хотіло сподякувати всім тим, хто приходить по аудиторію, особливо студентську аудиторію, з відчуттям того, що приходиш і відчуваєш стан катарсісу. В цій аудиторії, серед молоді, молодих думок, тобі цікаво, тобі корисна для себе і ти корисний для інших. І ця професія для тебе, як кажуть, діагноз, а не запис у трудовій книжці. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!